ПРОГРАММА ИЗ ГЛУБИНЫ Сегодня мы встретились с Владимиром. Это Владимир Шахрин. Почему Шахрин, даже не спрашиваю. Он твой родственник? Да, я внебрачный сын Шахрина. Это на самом деле так. На самом деле в юности, когда мы ходили на концерты и вписывались туда, все время говорили пропустить Шахрина, внебрачный сын Шахрина. И пару людей на это велись. Помню, я вписался на концерт таким образом. Мы просто угорали. Типа я похож был на Шахрина. И мы как-то выпивали в компании. Почему Шахрин кто-то так же спрашивал. Да внебрачный сын Шахрина, чтобы отъебались. Поэтому такой расклад. А команда у тебя называется «Сисечный тупик». Дата возникновения, насколько мне известно, это же в конце 90-х. Да, это 97-й год. Но тогда мы играли, просто была рок-группа. А потом она переименовалась, называлась «Подлые юнцы». А потом через три года в 2000-м переименовали ее «Сисечный тупик». А с чем связано такое название? Оно достаточно ебанутое. Достаточно ебанутое, но все это получилось в реале. Мы в 2000-м году с моим другом шли по городу Ленинград. Я тогда уже был в Санкт-Петербург. И шли пьяные, денег не было по трамвайным путям. И наткнулись на дом. Надпись, вернее, уже не могли идти, шли синие. И друг такой читает «Тупик». Смотрим, блядь, он такой «Сисечный тупик». А там называлось как-то «Сисуизу», там тупик какой-то другой. И начали ржать, угорать, короче. Я говорю, блядь, я переименую группу в «Сисечный тупик». Ну и так вот. Так и произошло. Так и произошло, закрепилось. В принципе, тексты про сексуальные всякие распутства, про алкоголь. В принципе, название достаточно соответствует. Просто смотри, это даже как получилось символически. Я даже сам не хотел. Мы-то назвали по приколу «Сисечный тупик», потому что увидели. А не то, что мы поем про одни сиськи. А с годами уже так получилось, то, что уже все песни, видимо, я там стал взрослеть. И все песни пошли в основном про тёлок, про сиськи. И получилось, как бы название себя оправдывает. А изначально оно было придумано, когда мы еще про это не пели. То есть вот еще в чем. Не парадокс, а вот такая фишка. Ну, а на творчество повлияло что? На творчество? Сектор газа. Я всю жизнь слушал «Сектор газа», котировал Юру Хоя. Прям со школы, я помню, в 90-м году. Ну, слушали альбомы, там, на чаепитии, что-то они бухали. Мелкие были. И как бы все время нравилось. И под воздействием. На протяжении 20 лет, как бы, все-таки четкий этот вот такой вот... Ну, как, если я всю жизнь слушал «Сектор газа», естественно, ну... Ну, мало ли потом захотелось рейфу поиграть, там, какую-нибудь электронику. Состав-то менялся же. Никогда не хотелось играть почему-то электронику. Все время хотелось рубить такой прям вот панк-рук 70-х годов с примесью по текстам «Сектор газа». Ну, вот в конце 90-х панк-рук 70-х годов. Начали делить на так называемый вот этот абраганский, типа грязного такого звучания хардкора и попсовый. Вот ты какой обойме больше склонялся? То есть, насколько я знаю, что у вас туса была такая достаточно цивильная, что можно так сказать. Ну, да. И впоследствии это же все вылилось в поп-панк. Ну, все вот эти вот тусы. Ну, и плюс еще «Король и шут» там люди слушали. Я-то никогда это не слушал. Ну, вы тусовались в основном и вот с колесами, значит. Кто еще тогда был? Ну, и как? И вообще вся туса, которая ходила на концерт там «Таракана», «Наив». То есть, вот такого плана смеха. Это «Элизиум» там. Ну, «Элизиум», да. В самом начале там немного, когда они в эстакаде играли, там еще было интересно на них посмотреть. Так все-таки более так по-панковски. И звук, и вообще все. То есть, когда они пели, не помню, не пели какую песню, «Альпинист» или еще какую-то. А потом уже это стало неинтересно. Ну, именно вот это. Ну, а со всякими хардкорщиками, там типа Пургена, там типа каких-то злобных чуваков, как бы не пересекались. Вот это интересно. Тогда как раз произошло разделение такое. Ну, да, раньше панки же были едины, там до 90-х каких-то годов. Все были, как бы такой единый фронт. А потом все разделились вот на всякие такие течения, там. Ну, вот ты как относишься к заявлению, допустим, с последнему Руслану Пургену, что типа вот это, типа попсовые штухи из ГАЗДЕПа. Ну, это его позиция. Ну, я разделяю его заявление. Разделяешь? Да, разделяю. Нет, ну, опять-таки тут надо понимать все же относительно. Этим группам у них свой путь. Им это нравится. Ну, вы ради бога играете. Поэтому, ну, в этом же, ну, и считать себя панком, играть такую хуйню, не панк, а поп-панк такой продажный, это неправильно. Называйте как-то по-другому. Так что все правильно. Понимаешь, потому что никто не хочет рубиться за идею до конца, выбрав свой путь. Постоянно все это обрастает какими-то такими штуками, как быт, вот засасывает людей, там. Рождаются дети, это хорошо. Но все равно у тебя там не хватает энергии, силы, банально времени. Поэтому, вот. 20 лет – это такой внушительный стаж для группы, и либо она меняется, становится какая-то, ну, там, может, какие-то коммерческие рельсы, там что-либо это для себя, но тогда же нужно как-то зарабатывать. Я понял вопрос. Я торгую клубникой в выращенном собственном огороде. Можно так пошутить. Ну, естественно, понимаешь, вот те же банальные репетиции, нужно же как-то их оплачивать, а если человек не работает, то ты уже как бы не хотел бы играть там честный панк-рок, ты все равно должен где-то получать деньги. И поэтому ты начинаешь работать, а это уже сразу против правил панка. И все это выливается потом как? Что группа хочет, играя сначала нормальную музыку, честно, а потом хочет заработать, чтобы это все окупить, и вообще, ну, каждый же свои разные цели преследует. Может быть, кто-то изначально, так, мы создадим панк-группу, сейчас это востребовано, например, займем нишу и будем зарабатывать. Но опять-таки это тоже их, то есть… Вот от таланта зависит. Похер, что они там делают, мне как-то параллельно. А вот на протяжении вот этого периода у вас сколько альбомов уже записано? 10 альбомов, сейчас мы, кстати, пишем 11 альбом. Ну да, это на самом деле довольно-таки продуктивно, если смотреть, смотри, вот группе 21 год, 10 альбомов, 11 пишем. В 2 года, 1 альбом за 2 года. То есть, если брать вот в основном все группы, то там за 25 лет, ну сколько там вот выпускают они там, бывает меньше альбомов, намного. Конечно, можно еще под разными углами все смотреть. Можно и штамповать в год по 3 альбома, говна там, это одно и то же петь там. Но это уже творчеством не назовешь, уже как-то это все-таки коммерция. Ну понятно. А как долго вы писали этот последний альбом? Ну обычно вот эти все альбомы, которые вот мы пишем в последние годы, где-то в среднем по альбому в год выходят. В 17 году альбом был, в 15 году электродрочилка, в 2014 шлюхи укрепляют брак, в 2012 куни мастера. Нет, вопрос в другом. Имеется в виду, что сначала у тебя как-то он появляется в голове, на репетициях, а потом пришли на студию и записали. Либо в течение года пишется полномерно по треку. Понял, понял вопрос. Смотри, как это происходит. Как мы начали все это писать 8 лет назад, был перерыв, и потом вот со льбом начали писать песни, я им начал скидывать. Во-первых, накопились старые песни, там, песен 10, я говорю, Лев, надо альбом записать. Ну все, договорились, и он там месяц за 3-4, за полгода, мы его захерачили. За полгода? Ну, примеры. Ну, когда, понимаешь, уже готовый материал, там... Это пиздец, это пиздец, это пиздец, это пиздец, это пиздец, это пиздец, это пиздец. Некоторые пишут там, по альбому за неделю. Ну, ты не забывай, то есть, как бы, например, Лев, он уже работает постоянно. Он не может все бросить и сидеть безвылазно, там, это я могу забить на все, там, и все делать. Поэтому это записали вот за полгода. А потом уже, по мере того, как вот песни, я ему скидываю в режиме, я говорю, Лев, можешь записать песню? Ну, я ему скидываю 2-3 песни, и он там в течение месяца 2 их записывает, где-то вот так вот идет. Где-то раз, бля, за пары, там, 3 месяца. Потом раз говорю, давай все писать, и за месяц, может, 4 песни мы можем сделать. То есть, все зависит от него. Я-то, пожалуйста, поток песен даю. Но они все равно иссякают, потому что, смотри, ну, в молодости, в юности писалось больше. Опять-таки, это же тема не бездонная. Бухло, там, наркота, сиськи, письки, все вот это вот. И, естественно, ты не можешь одно и то же сочинять. Вот смотри, у нас там уже 10-11 альбомов, 150 песен примерно. Ну, как тема уже изъезженная, как все время петь бухло, бухло, там, это же... Ну, ради, как ты говоришь, собственного удовольствия, ради тусовки, ради... Ну, а ради собственного удовольствия ты же не будешь у себя тужить и выдумывать то, что тебе не нравится, ради собственного удовольствия. Поэтому это же сочиняется, это такой процесс, как в голове само сочиняется. Я же там не сажусь за стол, там, блядь, пишу, как письмо. Ну, ты так интересовался, у вас не менялась? Сами песни ничего не менялась. То есть, у меня она не менялась. Не знаю, как там у остальных, кто там участвует в записи. У меня никогда ничего не меняется, у меня все постоянно, константа. Стабильность. Да, стабильность – залог мастерства. Ну, и самый банальный такой вопрос. На протяжении 20 лет существования группы. Где клипы, клипы и восклицательные знаки. Принципиальные позиции. У меня никогда не было целью стать каким-то популярным. И никогда я не хотел снять клипы из принципа, чтобы… Клип – это же значит что? Нужно куда-нибудь на YouTube залить, еще куда-нибудь. Ну, да, это творческая работа, творческая работа визуализации своих… Смотри, мы начинали снимать, вот, видишь, ничего, такую тему-то поднял. Ну, 10-15 лет назад, в те времена, в начале 2000-х, «Сичный тупик», мы снимали, начинали снимать клип «Сичного тупика». Вот Санек Саяпин из Щелкова был, такая из туса Бэрри Моро, вот, поп-панк, мы вместе тусили. И мы, я говорю, Санек, давай клип снимем. Они снимали все время деблойцы, вот эти вот передачи, которые… И мы пошли с ним с камерой на Арбат. У меня там было условно 500 рублей. Я купил на них портвейна, три семерки. Мы наняли бомжей, которые нам были. Я говорю, так, мужики, за два баттла портвейна нужно… А по сюжету там было, они такие лежат, ну, такие в шубах, ну, в таких такие все, просыпаются, смотрят на часы. В это время мой кореш должен был играть. Он садится в «Мерседес», тоже выходит такой, смотрит на часы. И все встают, и вот такие разные вот штуки, да, все где-то просыпаются, идут, и начинает звучать музыка, и все идут в «Олимпийский» на концерт группы «Сичный тупик». Все бомжи там, все, знаешь, там, типа, «Новые русские». Был такой сюжет вот лет 15. И все эти 500 рублей? Ну, я не помню условно, это когда там 2002, 2003, 2004 год, сколько это… Мы начинали снимать, и потом, естественно, забросили. Ну, как там все это… Сейчас можно это возобновить, можно это возобновить, но чисто, опять-таки, это клип я, если и хочу, а я уже хочу снять его не с целях, там, куда-то запустить, а как бы для себя. А вот, типа, штамповать каждый там новый альбом, так, надо в поддержку 3-4 клипа запустить, там, вот, все, типа, чтобы продвинуть как друппус, так, следующий альбом, так, еще надо 3 клипа. И вот такой хуйни мне точно не надо. Если и будут клипы, то это будет единичный экземпляр, 1, 2, 3, но с охуенным сюжетом, вообще, все будет сделано именно охуенно, а не какая-то шняга, чтобы, знаешь, посмотрел, блядь, ну и чего там это? А вот еще один клип такой же, а вот еще. Поэтому у меня такой подход. Скажите, кто пердит старухам нос? Скажите, кто пердит старухам нос? Скажите, у кого штаны-понос? Скажите, кто же общество отрос? Скажите, а что благотворит дискот? О, я мудак, я мудаки, ой, я мудак. За 20 лет записано 11 альбомов И при этом менялся состав Два раза состав менялся Всего два раза Ну смотри, мы играли У нас гитарист, мой друг Он умер в 2009 году И все держалось, как я был Можно сказать, как художественный вдохновитель коллектива А он был в музыкальном плане Я приносил ему песню, уже на гитаре сочиненную И ему говорю, бля, Димон, вот такая песня есть Играли мы ее, записывали Барабанщик тоже был И был бас-гитарист Потом гитарист Димон умер в 2009 году И группа не то, что распалась Она все время была, но 3 года Я ничего не сочинял Да никакая не бытовуха Мне все время плевать было на эту бытовуху Она никогда меня не засасывала Я уже дважды женат И даже если трижды 400, не дай бог, конечно Ну, как-то бытовуха меня никогда не засосет Это 99% И потом прошло 3-4 года И как-то песни сами стали писаться И... ну, с кем играть? Гитариста нет И вот барабанщик И бас-гитарист И нужно было как-то писаться Потому что все было на Димоне Он все это писал Группу, вот эти альбомы Первого ситочного тупика А как писаться? Я это ничего не умею Я как бы сочиняю песни Ну, да, играю на гитаре А что бы тут все сделать? Это, ну, совершенно не мое амплуа И тот же вот Ягненок Это вот как раз вокалист группы Колеса Лет 7 назад, 8 где-то так Говорят Блядь, Шахрин Есть вот Лев, мой кореш Ну, не кореш, а знакомый Он мне пишет колеса там вот за деньги Я говорю, о, отлично Там, сколько песни стоит Ну, я сумму не буду озвучить там условно Он говорит, столько-то Я говорю, о, заебись Запишу То есть я ему так же скидываю на гитаре песню А он там дома, у него студия Он этим занимается Профессионально там все Играет в кавер-группе там за деньги Все они, ну, такие вот На концерте, соответственно, он тоже отжигает Ну, конечно, ему это все по душе Ну, все мое творчество Он говорит, Вован, я бы и бесплатно все бы это делал Ну, у меня работа Но он этим живет, кормит семью, понимаешь? Поэтому он как бы заложник этих обстоятельств Так бы он был бесплатно Приходит понимание того, что Если хочет делать нормально То, по сути дела, там без вложений Как-то не обходится Как минимум на хороший звук репетиционной базе Конечно, конечно Просто если сравнивать раньше База, на которых мы репетировали И как проходили репетиции Все время там в очко Все время пьем пиво Все время какие-то посторонные люди То есть получались Ну, не репетиции, а просто туса Но мы и расценивали это все время В качестве туса Приехать на базу Не то, что отрепать Идеально, блядь, пацаны Скоро будем рубить концерт Надо не облажаться Нам все время было похуй Мы приезжали для себя Вот это все делали И Лев, он стал писать мне альбом Мы записали вот в 2012 году альбом Куни Мастера С ним И потом следующий начали выпускать И вот сыграли концерт в 2015 году И он подтянул бас-гитариста Барабанщика Которые тоже сессионные Сессионные Или как там правильно сказать Они за деньги как бы играют Вот сич на тупике То есть сейчас вот концерт у нас будет Он как бы Все происходит по схеме То есть музыканты все оплачены А я то есть на общественных началах Как альтруист Ну это как бы все именно так и делалось Изначально группа создавалась То есть как бы не для зарабатывания денег А чисто для себя угореть Там по теме сектора газа Там бухать Все это интересно Ну тему бухла Она как бы так вот не прекращается То есть это всегда должен быть обязательно угар Как она прекратится Если я пишу песни Можно сказать про себя Где-то частично И бухло это как раз Это частица этого И если я в этом режиме Нахожусь уже 40 лет Естественно буду петь песни про бухло Поэтому она Пока я пью Я пою песни про бухло Ну по тебе не скажешь Что ты так вот Вот хуяришь там Постоянно Потому что я сатана Мне 753 года Не видимо может быть Какая-то определенная диета Какой-то режим Да нет у меня никакого режима Ну что прям можешь Портвей на три топора Как бы захуячить Запрозу Легко Прям могу залпом выжрать Недавно вот кстати выпивал бутылку вина Правда не три топора Но в целях ты вопрос задал Выпить бутылку залпом Или именно три топора Именно три топора Да выпил бы легко стакан То есть несмотря на то То что наверняка он такой Ну мерзоват наверное Ну наверное Наверное он может посадить поджелудочную Наверное если херачить каждый день его Но мы-то не будем каждый день Его херачить Я кстати видел недавно в городе Гагарин В супермаркете Портвейн три топора В сиське полтора литровых Да 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 Сейчас такой вот подход Ты не обратил внимания Что вот на последнее время Все таки у панк-рока Какое-то некое что ли Ну не то чтобы затишье А какой-то такой Некий спад что ли Ты знаешь я как-то не следил за этим Не то что я далек от этого Но я вот лично не считаю Что какой-то спад То есть ты в своей струе Она как была так осталась То же количество народу приходит на концерты Ну я не так часто уже хожу на концерты Я избирателен уже в этом плане Понятно что в юности Там мы ходили на все По два-три-четыре концерта в неделю И так это все нон-стопом длилось Там десятилетия примерно То сейчас это уже идет Ну вот из серии там раз в месяц На концерт я хожу То есть поэтому Я когда был в Бельгии Не помню Года три-четыре назад В Брюсселе И там был концерт группы Вибраторс Я на него естественно пошел С подругой Концерт был где-то на окраине В таком Нельзя сказать что в хорошем зале Типа актовый зал И вот публика там вся была Там не было молодежи Там вся публика была Сорок, пятьдесят, тридцать лет Вот и они там рубили То есть без разогрева играли такие мужики Там по пятьдесят лет вышли Ну все качественно отыграли Там все ходили Такая дружеская атмосфера Но вот говорю Публика была выше среднего По возрасту Уже молодежь не слушает Там панк-рок А она уже слушает какую-то свою электронную Еще там что-то Я не разбираюсь в этих сортах Хотел сказать говна Но ладно мы не будем этого делать Вот И видишь у нас наверное тоже уже это происходит То есть уже ни рок, ни панк-рок Никому нахер не нужно У молодежи свои герои Свои кумиры Своя музыка Все, они уже идут вперед А мы уже не отстаем Это как же Ты не понимаешь своих родителей, бабушек Ну в чем-то Они не понимают нас Потому что они Ну это закономерно Закономерно Вот так же мне кажется и в музыке Смена То есть отмирает это вот И рок, и панк-рок Ну вот просто по твоим ощущениям Вот на твоих концертах Там это же получается все С твоей тусовкой Что называется Конечно Мне вот сложно судить Потому что публика Который ходит на мои концерты Это по возрасту Моего возраста Младше Ну и 20 лет Там 25 То есть Ну нет таких То что 15-13 Ну хорошо Ну вот напоследок Тогда спрошу тебя Кого-то из современной Ну пускай даже не современной А из определенного пласта От музыкальных коллективов И направлений От кого ты котируешь Как бы Ну кого можно просто посоветовать Грубо говоря Тоже послушать Ну кроме сектора газа Ну всю жизнь Я вот с юности Слушал Виктора Цоя Вот я котирую Группы кино Потом что Еще я Слушал И панк-рок 70-х Все группы Там Секс-пистол Да То есть Эксплойтед Хорошо Ну как-то Эксплойтед А именно Ну такая Музация Ну вот Еще и нравился Эгипоп все время То есть Вот такого плана Эгипоп Кстати я тоже был На концерте В городе Льеж Франции Три года назад Поехал специально На выезд На фестиваль Короче там Ну это отдельная Прям история Для интервью Ну было очень Мега охуенно Ну вот видишь Даже вот мои слова Я подтверждаю Действиями Правильно? Фактами То что вот Эгипоп нравится Сразу раз Доказательство Был в Льеже Ты же не попросишь Распечатки билетов Из Льежа Они уже уничтожены Видимо я Человек старый формат Вот мне как с кровью Там вот пришло Вот это вот все Там сектор газа Кино Панк рук 70-х То как бы Это вот все Сквозь годы идет И как-то новое Да там я что-то слушаю Естественно То есть я же не глухой Но мне как-то Ну не нравится Ничего такое не цепляет А еще вот забыл добавить Гражданская оборона Очень мне нравится И всегда по жизни Я ее слушаю Вот И группа Пурген Ну Пурген он же как-то Те уже достаточно тяжел Да мне вот ты знаешь Все время нравился Такой хардкор панк То есть заебись То есть я слушал С юности Даже был на их там Каких концертах Пару раз там Начали 2000-х годов В эстакаде Ну как-то Мне нравилось Ну я не был таким фанатом А сейчас они вышли На более качественный уровень Там Я не знаю Да сейчас все вышли На более качественный уровень Потому что ну как Если ты играешь там 10 лет 15-20 Тем же всем группам Этим уже по 20 лет Там он на ИУ 30 Но если ты за 20-30 лет Не научишься играть Да то есть петь То это ну значит Ты мудак какой-то Поэтому все играют Качественно уже как-то Самого по себе То есть ну прикинь Одно и то же Вот 20 лет играть Естественно ты отдрочишь так То что будешь играть Блядь с закрытыми глазами В очко не в очко То есть поэтому Видишь тут уже Видимо Само же время Диктует и поднимает Всех Как многие сейчас отмечают Качественное звучание Оно раз как бы Теряет то и изюмин То и самобытное Теряет Да так пожалуйста Не играя в таком клубе Сними специально Какого-нибудь ДК Сделай Погрызни звук И устрой такую вечеринку Пожалуйста Кто мешает Ну видишь Эти группы на это не идут Видимо им это не интересно Они видимо зарабатывают деньги Потому что у нас все группы Которые были панк раньше Они все практически Ну я тебе по секрету скажу В принципе никто особо денег Не зарабатывает Но все Это минимально хватит на жизнь Вот даже был в каком-то журнале Сколько зарабатывают музыканты Года три назад И там сид сперен Из группы тараканы Я там зарабатываю От 80 до 120 тысяч в месяц То есть Ну и можно представить То есть группа тараканы Она более-менее такая популярна Да Ну относительно А вот группы Которые ниже уровнем Естественно они зарабатывают меньше То есть И это не такой большой заработок Как вот всем кажется То что ты пиздец там миллионер И на Западе естественно все по-другому Музыкантам обычно предоставляют Всякие льготы Как в частности Где-то можно там подбухнуть на халяву Где-то телка какая-нибудь Типа вот уже ничего платить не надо Ну как бы да Но в этом и есть Понимаешь Можно сказать идеология Такого рокера Панка Ну вообще вот это все схоже Пятидесяти лет Получать удовольствие А почему бы нет Почему вот на Западе Все тусуют до конца своих дней До пятидесяти там куча Может алкоголь более качественный Что позволяет Может быть Но они так же себя убивают И наркотой Там это Я не знаю И бухлом Чем угодно Но этот движ там все равно Как-то лучше развит Ну я не знаю Мне в принципе все равно Что там Ну так что ж Остается добавить Только славу всем нам Как бы До новых встреч На концерте И И где еще И где еще В барах столицы Набирайте друзья Номер знаете Все Программа Из глубины Субтитры создавал DimaTorzok